Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Тигран про тачки. Продолжаем торчевать Жигуля в 2024 году, когда это уже почти никто не делает. Тем не менее, напоминаю, в чем смысл? Смысл в том, чтобы сделать разгон до сотки у Жигуля максимально быстрым, при этом, чтобы Жигуль остался Жигулем с родным мотором, коробкой, трансмиссией, кузовом, полностью в оригинале, карбюратор, трамблер, то есть, ну, все как и есть, ну, чтобы это был настоящий Жигуль, без шестнарей, без иномотора, без ничего. На данный момент, по прошлому видео, кто там смотрит, прошлый лучший результат был 11.83 до сотни. Напоминаю, что штатная копейка едет 22 секунды до сотни, то есть практически в два раза. Уже улучшился разгон. Дальше. Я уперся в какой момент? То есть на 95-м Бензе у меня не получается начальный ОС делать там 10 градусов, уже на минус 10 идет детон. Бездетонационная работа идет на порядка 7-8 градусов. Здесь есть несколько вариантов, как это убрать. Там, грубо говоря, добавлять воды во впрыск, чтобы охладить и уменьшить это все дело. Разжать немножко, уменьшить степень, натянуть, убрать вакуум трамблера, натянуть трамблер грузиками, сделать меньше опережения. Но все это немножко не то, не так. В этом видео я попробую залить более высокооктановый бензин, потому что чем выше октановое число, тем больше его стойкость к детонации. Если убрать всю физику, все там сложное объяснение, то самое простое объяснение это тому, что чем выше октановое число бензина, тем дольше по времени его горение. Соответственно, что у нас получается, каким образом убирается детонация? Что вообще такое детонация? Детонация это резкое, не плавное, а именно резкое, взрывообразное горение смеси, бензина смеси. И получается, если мы ставим зажигание пораньше, ну условно на 95 бензине, ну у меня степень небольшая, у меня степень 10, там 9,8, 10 где-то так статическая, то получается, что бензин моментально поджигается это все и идет в противодавление поршню. То есть, когда еще поршень не пошел вниз, она его не успевает толкнуть вниз, он очень быстро сгорает, и еще пока он в верхней точке в перекладке, где-то уже происходит большое давление в цилиндре, и вот этот вот стук появляется, и вся эта плохая работа двигателя. Вот, сотый бензин я взял с заправки Vogue, он горит подольше, ну именно любой бензин, чем выше октановое число, тем дольше он горит. Поэтому мы можем поставить зажигание на нем пораньше, и у него не будет вот этого вот такого прям взрывообразного горения при данном, ну при данной степени, да, понятно же, если степень там за драйв, допустим, сделать условно 15, то и там и сотый будет детонировать. Вот, и таким образом попробовать поставить пораньше угол, то есть поставить там минус 10, минус 12 градусов и посмотреть, как оно приедет. В этом видео подробно показываю, что куда кручу, как настраиваю, и как оно в себя все ведет, и какой результат меряем, как обычно. Начинаем с 95-го бенза, так как оно залито, я покажу, как я выставляю зажигание по стробоскопу, и что получается, как слышен детон, если поставить зажигание пораньше. Вначале 5-й бензин. Так, вот мотор, вот стробоскоп, стробоскоп а-ля советский, ну короче, по советской разработке написано, сделано в Украине, на Украине, в Украине. Вот, короче, метки, три метки, то есть это 0, минус 5, минус 10. Вот меточка шкива, которая должна совпадать, вот именно прорезь его я тут пометил белой краской, чтобы лучше было видно на стробоскопе. По идее, вот сейчас у меня ничего не детонирует, оно должно быть где-то между этими двумя метками, то есть минус 7-8 градусов, без детона у меня работает мотор. Сейчас заведу, проверю, посмотрим, это на пятом бензин на всем стандарте. Так, пришлось машину загнать в гараж, я надеюсь, я буду говорить громче, чем работает мотор, сейчас я на солнце было плохо видно. Ага, тут, конечно, скорость воспроизведения камеры, но сейчас попробую поставить большую частоту кадров. Так, вот так вроде бы получше. Короче, вот видно, это 60 кадров в секунду, видно, что эта метка попадает между двумя точками. Вот, при этом нет детонов. По-хорошему, вот если сейчас открутить трамблер, надо сделать открываться. Вот, чисто на холостых, его сдвигать на раньше, слышно, да, обороты поднимаются. Так, все, пошел прострел. То есть, вот хочется сделать зажигание где-то, вот чисто на холостых, сейчас я немножко спрошу. Чисто на холостых, если его регулировать. Вот так оно стояло, да, с поздним. Вот это вот, его хочется в тот момент, где оно... Так, пошли про прострелы. Без прострела, то есть, где-то вот здесь. И вот если здесь мы сейчас посмотрим, то метка вообще вон, и в чёрной льде. То есть, не то, что там минус 10, там минус 30. Вон где метка. Ну, давайте допустим его немножко спустим. А вот тут вот сейчас, ушли мы до минус 10, сейчас это минус 15. Мне кажется, что динамично. Но с вот таким, сейчас мы столкнемся с бетоном. Вот сейчас зафиксирует ранглёр. Выеду, я не знаю, будет ли это слышно из салона. Ну, так, чтобы я не украл мотор. Но вы поймёте, вот этот трест, который он издаёт. Слышно, да, было? Вот именно, тык-тык-тык. Сейчас попробую тут, посвезде граю и в гаражах. Вот, вот это, я думаю, чётко было слышно, какой идёт дитон. Слышно. Вот, я думаю. Матерltore. Проходу. Продолжение следует... 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 В следующих видео все увидите. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока.